так но это видео будет чисто такое информационное на 5 минут не больше смысл в чем мне периодически присылают люди которые очень плохо смотрят мои видео то есть они смотрят ссылаются говоря что мы ссылаемся на то видео в котором вы говорили что-то так или не так но когда ты конкретно понимаешь о каком видео они имеют ввиду то что они хотят сказать получает что они нихрена не смотрели то есть они смотрели или не слушали или слушали не смотрели то есть ну то есть коллабурда такая получается то есть или какого-то безграмотный человек такие меня частенько выводят из себя потому что они начинают потом оставлять грязные комменты и с какой-то языки попытаются то сказать Но на самом деле, когда заходишь к ним, там опять-таки очередной лузер, который пытается самоутвердиться. Но я не про это хочу сказать. Значит, один из тех таких деятелей, которого я заблокировал ВКонтакте, и, наверное, везде он Инстаграм заблокировал, который кидал страйк, так сказать. Страйк это что значит? Ну, просто он пытался уколоть меня, что как так, у тебя такой хороший пресс, а ты все время говоришь, что его не качаешь. Но оно так действительно есть. Вот пресс, вот я приехал из отпуска, вот у меня пресс вот такой. Вы видите, даже старческая кожа, которой, кстати, можно избавиться. Я не избавляюсь. Почему? Потому что я не хочу садиться на безуглеводку. Если я сяду на безуглеводку, я избавлюсь от этой вот старческой жировой прослойки, так сказать. Ну, старческая, не старческая, мне 52 года. Хотите, как хотите, так и считайте. Мне просто незачем это делать. Потому что если я буду сжигать больше углеводов, то общий вес у меня сойдет. Сейчас у меня порядка 75 килограмм, я не хочу становиться еще меньше. Ну, как вы видите, вид у меня все-таки товарный, да, для натурального бодибилдера. Ну, то есть, что я хочу сказать. Значит, один из таких долбоптист, по-другому я не могу его назвать. И вы видели, что я оставил даже ссылочку в Инстаграме, обращаясь к этому человеку, дважды заблокированному, и еще нескольким таким же. Значит, ребята, я сказал в своих видео о прессе, что человек рождается с кубиками пресса. Их у него 10. Вот, посмотрите по анатомии. А потом, в процессе своего роста, человек, если в молодости не тренировался, скажем так, не занимался боевыми искусствами, или каратэ, там, или как родители приводят детей заниматься борьбой, то что происходит? У него образуется жировая прослойка. Все больше, больше, больше. Мышцы пресса атрофируются, но они остаются там. Они просто остаются очень тонкими, не широкими. Если человек их тренирует в процессе своего роста, и до 21 года, допустим, до 15-16 лет занимался боевыми искусствами, он сокращал мышцы пресса, они у него гипертрофтируются, увеличиваются в ширину, становятся кубиками, как у меня. Да, я их тренировал, этот пресс, в 10 лет, в 9 я занимался боксом, и где-то до 14-16 лет я занимался боевыми искусствами. Вот результат мужика 52-летнего, у которого есть пресс всегда. Что ты мне, Кевин, постоянно говоришь на тренировках? Делай пресс. Правильно, он мне все время говорит, делай пресс, потому что я его не делаю. А у него есть бздык такой насчет пресса. У него он хороший, когда он его бомбит, а начал он его тренировать только в 17 или в 16 лет, точно не помню. То есть он упустил эту стадию развития, когда он рос. Соответственно, как только он ему не делает, что происходит? Он начинает у нас заплывать. Как только я ему не делаю, у меня тоже он начинает заплывать, но не в такой мере, как у остальных. Почему? Потому что он у меня есть, построен максимально хорошо. И ты следишь за питанием. Плюс я слежу за питанием. Совершенно верно, спасибо за подсказку. Поэтому я не делаю пресс. Вчера я сделал пресс, потому что приходил с Мокимом, мы занимались, и я за компанию с ним сделал всего два подхода, по 35 повторений. Иногда я делаю с сыном, но чисто ради понтов. Когда я захочу его бомбить, вы увидите большую разницу, когда он будет выпирать. Когда я захочу, он будет выпирать конкретно и очень сильно. Но я этого не хочу. То есть, что я пытаюсь вам донести еще раз, запомните от этого видео. Если вы не качаете пресс, он у вас есть уже. Он не такой сильный, но он у вас есть. Но от того питания, которое вы кушаете, это дерьмо, которым вы питаетесь, он у вас зарастает межподкожной прослойкой жировой. Соответственно, вам труднее будет его показать. Если вы же в детстве занимались пресс, качали до 13-14 лет, то и в жизни вам он не нужен уже. То есть, вы выполняете любое упражнение, вы напрягаете его в статике, и он у вас поддерживается. Остальное все зависит от питания. Пресс уже можно не качать, можно просто правильно питаться, и он всегда у вас будет, ваш живот всегда будет плоский. Запомнил, что я тебе сказал? Вот ты опять смотришь мое видео, ты и несколько других ребят. Никакой науки здесь сердобольной нету, ничего высокопарного нету, все очень просто. В детстве качал, приобрел пресс, в молодости пытаешься, а в детстве не качал. Соответственно, мамон у тебя большой, и уже мышцы пресса будут развиваться намного сложнее. Почему? Потому что обычно они у тебя растянуты из-за большого пивного пуза. Все, я сказал? Что-то еще надо? Следите за питанием. Следите за питанием, ребята. Пресс – это ваше питание. Хотите увидеть плоский живот, выньте вилку изо рта. Все. Мы отключились, но я вспомнил такой момент, что некоторые из вас не поймут, опять-таки, мои месседжи. Пресс надо качать тем, кто не тренировал его в молодости, или тем, кто не занимался спортом вообще. Разумеется, надо, чтобы укрепить мышцы пресса. Там поперечные, там продольные мышцы, длинные мышцы пресса. Надо их укрепить. Потому что, если вы не будете это делать, и вы не сделали базу в молодости, то, разумеется, мамон у вас будет вываливаться, даже если вы будете сейчас правильно питаться. Поэтому, да, после 20, после 35 лет подкачивайте пресс. Но вы кидаете страйк в мою сторону, что я делаю пресс, я его уже не делаю, повторяю, потому что я его сделал в молодости. Так, дошло. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok